всем привет дорогие мои друзья с вами как всегда витальсон канал в тему территории мужских увлечений сегодня почитаем ваши интересные комментарии что у меня тут пишите это уже третья часть данного плейлиста сегодня 23 апреля время 14 38 итак поехали так были не могу даже прочитать ник человека lc у нри валет сырые яйца с водкой человек задает вопрос как вы все знаете я люблю пить самогон и закусывает сырыми яйцами да друг мой сырые яйца только не сводка с самогоном потому что это вкусно потому что это люблю и с сальцом это вообще ништяк солдатик алёша жалко бабушку это бабулю там пытали видос у меня такой есть самогонщицу где там бандиты страшные злы дни проклятые бабулю пытали да жалко бабушку а что делать что делать жизнь такая георгий георгий а зачем плотно накрывать мешком можно ведь крышку и трубу для дыма сделать это к видосу про мою коптильную из кастрюли я тебе так скажу 2 мой георгий мешковина нужна для того чтобы конденсат не капал с крышки если положишь крышку конденсат будет с этой крышки копать на твои копчености на твои продукты а с мешковины ничего никуда не капает для этого нужна мешковина и плюс тому что через нее еще просачивается дым это вообще очень прекрасно так них вкусняшки пилой пилить это опилки с маслом ужас да никакого ужаса попробуй сам и все поймешь какой нахрен ужас сергей зубарев виталия здравствуй свою точку зрения в студию как надо не знаю кому верить тебе или твоей подачи который выжил выложил на своем канале это комментарий сергея к видосу как неправильно фильтровать самогон я скажу так друг мой хотя я тебе уже отвечал на этот вопрос мое мнение по поводу этого видео такое во первых парень а в видосе фильтрует спирт сырец разведенный до 30 градусов он его фильтрует перед дробной перегонкой да много он там нагородил городушек всяких про раковые клетки там про все такое прочее я спирт сырец никогда не фильтрую не знаю я считаю что это ни к чему я как-то пробовал разницы никакой не заметил вот так что если фильтровать то уже не таким способом уголь засыпать банка фильтровать уже через угон угольную колонну или там через фильтр барьер в общем чтобы фильтруемая протекала через фильтр вот скажем так далее что у нас дневник самогонщика привет дружище виталий привет они проще на настойке чем такой продукт на перебражку это видео медовая брага дружище смотри у меня блин меда короче подогнали мне 40 литровый бидон этому меду уже много лет он стоит много лет уже не знаю лет 5 точно то можете больше поэтому я решил его на брашку заподяжить самогонщик из него ништячно вкусный получить она на стоечку у меня есть отличный медок у меня знакомый дедушка пасечник он делает отличный мед у него он делает его пчелы его делают а он его собирает у пчелы отжимает медок и подгоняет умнее а я уже делаю его на стоечке так далее роман 83 рус-рус медовуха на перцу круто лечит буду ну медовуха перцовая вообще ништяк я частенько делаю вообще ништяк просто вещь иван тихонов не купить все тройники экраны его самое дешевое где ты можешь что-то купить по нашей теме это я к теме чему это вот эти всякие быстросъемы хреном и тройнички переходнички да вот эту всю хрень это алиэкспресс это китай сергей ведров на дрожжах же ставишь можно и без антибиотиков это я там на ферментах там на ящике ставил брагу это был мой первый эксперимент мне посоветовали туда где как-то на д диахерия блять забыл в общем антибиотик кинуть чтоб типа брага там не прокисло это был мой первый эксперимент я слушался советов так видосу про сахарную брагу простейшую не сахарная брага просто вода дрожжи брага сахар полностью поддерживаю автора тоже перепробовал много чего и воду всякую покупала на глюкозе делал из сахара инвертировал и дрожжи всякие за бешеные деньги конечный результат один и мало чем они отличаются друг от друга гидрозатвор тоже никогда не ставил одевал просто носок на горловину и все бутыли из-под кулера все остальное танцы с бубном и надувание щек для пущей важности важнее хороший самогонный аппарат да дружище хороший самогонный аппарат конечно важен базара нет еще нужны руки руки и голова чтобы уметь работать на этом хорошем самогонном аппарате я тоже перепробовал ставить брагу разными способами кучу разных способов пробовал сейчас ставлю под гидрозатвор даже сахарную брагу единственное из-за чего из-за того чтобы не было просто запаха не было чтобы запаха браги в квартире все больше ничего это я про сахарную для зерновых и т.д. и т.п. да нужен гидрозатвор базара нет для сахарный гидрозатвор только чтобы просто тупо не воняло брашкой и все дрожжи а вот сейчас я ставлю на спиртовых дрожжах на бельгийских блин да дрожжи отличаются чем во первых спиртовые дрожжи не знаю как все не все но спиртовые дрожжи там ништячные они выбраживают больше спирта чем обычные хлебопекарные и вот допустим те же самые бельгийские как у меня дрожжи как они называются сам спирит вроде бы блин от них вони нет такой какой-то обычных тех же пакмая бекмая блин или там прессованных бражка не воняет вот он брага сейчас стоит блин вот я даже одна под гидриком нафигма я гидрик открывал нюхал она пахнет приятно вообще не тут этой воннище дрожжевой александр иванников так объясни какой спиртомер выбрать как я уже ответил тут и выбирать ничего из по 3 всего всего других вариантов нет а из по 3 вот эти стаканные спиртомеры это все фуфил олег д а ты пипец жил на курорте это к видосу о переселении в квартире есть у меня видео хребаный гебастос в натуре вы не смотрите видосы ребята ребята вы не смотрите видосы а просто типа его включаете пишите комменты выключаете и и моё это не моя хата это снята не моя квартира и и моё я вообще никакого отношения к этой квартире совершенно не имею вы начинаете писать я тебя переселили из баракова никто меня никого не переселил я квартиру купил и моё и не в новостройке а во вторичке а та квартира я показал просто та квартира это новостройка и какой халимый ремонт там сделан всего больше ничего вы блять видосы хоть смотрите прежде чем были строчить по клаве ты гребаный гебастос александр сад блин я просто тоже хотел бы заниматься самогонное варенье только вот никогда также пишет александр мне еще один вопрос ты вообще работаешь или ты трутим да я не работаю я сижу дома зачем мне работать мне же с неба падает бабло чтобы за саду платить чтобы жрать чтобы ты дышал вот конечно работаю блин ё-моё если ты был постоянно зритель моего канала ты бы знал александр где я работаю кем работаю почему я работаю всем вот такими другими быть бабки все падали был вообще ништяк его моя на работу дмитрий симонов на медуне самогон бальзам который лечит душевные ранки витальсон респект два пальца вверх спасибо дмитрий симонов за добрый комментарий я на меде самогон ни разу не ставил указать я на стойке делал там с медом а именно прашку чисто из меда не ставил ну дай бог получится вкусняшка будет пробовать марк мэй керс музыка на заставке еле-еле слышно я специально на заставке сделал музон очень тихий потому что блин ребята многие жаловались мне до этого что у меня на заставке слишком громкая музыка что они смотрят допустим видос там ночью вечером там спят дети или еще что-то или пятое-десятое типа на заставке такому зондом на фитальсон типа сделать потише я сделал потише так что музыка останется у такой потише митрич таранов к видосу как неправильно браку и трава до конца не досмотрел охуел что блять канцерогены из угля которые вызывают раку рак опухоль ты конченой не волнею где будут мяг смотрю дальше ну короче не буду ничего отвечать там блин в комментариях такой там дискут развернулся там жопа там короче все комментарии были видно ясно антон медведь есть такое дело как сын из меда но не могу смотреть как нагревают мед это убийство мед я не грел не кипятил я мед довел до температуры 30 градусов я мед выливал йоду довел до температуры 30 градусов да он хорошо там просто размешался вылил все это в канистру в бродильную емкость все мед я не кипятил ровный пацан я бы с тобой выпил дружище дружище нет проблем выпьем обязательно если я выпивал скажем кто мне пишет я бы с тобой выпил я бы уже спился давно и сдох печень моя отвалилась на хрен сергей романов по гору вроде мой земляк воронежский кстати до хрена кто мне пишет ребята ты воронежский ты воронежский там я не из воронежа я из тульской области может разговор такой схожий как воронеже так вот вот выжигание по фото лазерная резка привет дружище ах какой аховый продукт получится просто бомба это про металлую брошку были дружище я надеюсь что будет ништяк 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 продукт продуктик темги 08 пропорции какие темы не раскрыто темы раскрыто увидел блин там раскрывать нечего 3 литра банка 3 литра трехлитровая мед веса там больше чем три килограмма сахара никакого только вода гидромодуль 1 5 значит 15 литров воды я налил и кинул 50 грамм сухих дрожжей сав забыл опять как на сав сам 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 не помню бельгийские дрожжи в общем спиртовые сав спирит спирит но макс три семерки три шестерка у меня так бывало про действие водки тоже . самогона опьянения мягко наступает а это короче видос короче каналу от водяры были помню водяру пили паленую врачи галимую паленую пяти литровую бутылку в каком-то гараже там покупали короче ты его пьешь 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 сидишь блин ё-моё вообще как вода идет вообще не пинеешь что он по утрам проснулся что такое куда где кто что там было были на улицу страшно выйти вдруг там натворил чего-то короче вырубала вообще вот пьешь пьешь ништяк в один момент как куваллы по башке на блин вообще рубила по-черному хрень какая-то было пилишь мурдяк всякие пили этот ужас сергей кузнецов я делал на меде после вкусе меда есть но блин от нее сон клонит капец были даже интересно почему от нее сон клонит не знаю не знаю не знаю владимир коваль 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 или коваль или кого извини дружище если неправильно произношу фамилию твою братан мед не жалко нет не жалко потому что я уже ответил на этот вопрос так андрей андреянов за все палец вверх спасибо за мёд что не кипятил дрожжи не знаю но вижу все отлично хотел бы узнать вкус чистой слезы андрей андреянов выгоню попробуем протегустируем на сказках бабаска все как положено посмотрим что получится вкуснятина я думаю что будет ништяк алексей охотников красавчик утром спросил вы кажется с медом сделать а вечером уже видео запилил на youtube да кстати я в группе там в одной спрашивал может быть кто-то знает какой-то реальный путевый рецепт браги на меду может быть туда что-то добавить я спрашивал на винных дрожжах так как я имею винные дрожжи на есть я хотел рецепт на винных дрожжах может туда еще что-то может как-то там чего-то какие-то нюансы короче никто мне ничего там не ответил нормального путевого и решил я сделать на спиртовых тем более что-то я поглядел на пачке у меня это на дрожжах на винных смотрю срок годности уже прошел хрен знает хорошие неплохие очень решил сделать на спиртовых константин лузгин хочу стрим хочу выпить с тобой замутим как-нибудь стримчик ребята у меня просто хочу замутить стрим в субботу или воскресенье но у меня скользящий график работает два через два и у меня редко попадает выходной на субботу воскресенье вот как попадет выходной так замутим стримчик так константин лузгин сколько раз ставил брагу на сахаре ни разу не было пены почему константину короче тем такая чисто вода сахар дрожжи никогда тоже пена не было была пена когда там добавлял горох уех молоко там всякую хуйню муню да была пена и то там печеньками и погасишь и все просто никогда не было пена всемогущий владыка у меня частенько пенится я на дрожжах софлию ставлю но перед тем как растворенные дрожжи в воде заливать во флягу я им даю постоять теплой воде примерно 28-30 градусов минут 30-40 чтобы хорошо ожили и когда заливаю они начинают бешено работать в этот момент от честное мнение они начинают пениться я пену печенье в раскрошенному рашу не всегда но частенько пенится по другие дрожжи не скажу потому как на других не ставлю да я одно и слышал что софлию пенится я кстати на софте и ставил ничего не пенилась все было ништяк все было нормально всемогущий владыка не знаю дружище как ты зовут но тебе огромная благодарность за то что активно участвуешь в обсуждениях видосов на канале благодарю тебя за просмотры дружище по-братски от души а кстати вот куда-то пропал блин саша ястребь ё-моё нормальный такой мужик всегда тоже мы с ним тут на канале в обсуждениях там всякие разные темы перетирали саша если будешь смотреть это видео спасибо тебе за подгоны на развитие канала благодарю от души по-братски дружище только куда-то ты пропал молчишь я не знаю где ты есть так 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 здорово алексея здорово есть не секрет сколько лет тебе 37 лет мне так владимир куликов добрый вечер абсолютно правильно поступил что использовал навороченные дрожжи водочки водочка получится премиум класса категории 1000 бутылка в магазине лайк успехов благодарю дружище за пожелание посмотрим какая водочка получится сергей зубарев объем уменьшаешь так и пить бросишь а дружище серёга я и не пил никогда так выпивал маленькой сейчас продолжаю по чуть-чуть усугублять по децелу но ее моё не бухал объем уменьшил по 110 литров вот это вот у меня бочка я не привез свою квартиру я оставил его дедушки в доме в доме там я праву не и ставлю а здесь у меня квартире бочечка на 50 литров и вот это канистрочка на 20 или 25 литров нормально все ништяк славный алекс вот прихожу с работы сажусь ужинать наливаются и включаю бабаски и кайф жена говорит классный ты онлайн с бутыльными клайк тебе дружище славный алекс спасибо тебе за просмотр и спасибо твоей жене за добрые слова спасибо что смотрите меня мне это важно я уважаю вас я уважаю вас мои дорогие друзья подписчики принципе все видосы только для вас друзья мои рашин д это бездорожевую браку самогон по бездорожевую она совсем по-другому пьется и рубает ну и бездорожевую он имеет ввиду на диких дрожжах но в данный момент я не ставлю на диких дрожжах это на пшенички можно поставить я как-то ставил даже фруктовую на черной смородине на диких дрожжах давно-давно это было до совсем другая лодочка получается смолон очка базара нет александр замероха я работаю на 6 3 литровых банках барбатера когда делаю зерновой центов 1 барбатер кладу медь сернистые убирая пишу для виталий у меня есть медная пленочная колонна но в связи с плохим напряжением сети на даче пока работаю на барбатера второй перегон 85 87 так далее александр замероха пишет купил пленочную медную колонну 28 труба плюс 50 сантиметров царка за 2000 гривен в одессе то он их штампует него не волжанин но неплохая пока не пойму почему температура скачет на верхнем термометре от 78 падает до 65 опять до 78 буду работать на банках так 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 эдмундос доведенка виталь как определить пищевая нерж или нет дофига я не имею понятия если честно как вот просто визуально даже определить пищевая там она нержавейка или не пищевая магнит она и не магнит она и пищевая есть нержавейка есть магнитная есть не магнитная так что лёха 58 лёха дружище привет благодарю тебя за подгоны на развитие канала спасибо дружище от души по-братски дружище спасибо у лёхи есть канал кстати кто смотрит меня подписывайтесь на лёху он там тоже мутит там самогон настойки вот такой все ништяк так далее что далее 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 французский виногур виталий короче виталь привет тебе тезка короче пишет виталий по поводу сухопарников которые мне прислали на обзор виталий привет тебе французка у нас жара 32 посмотрел твой обзор неплохая тема мне понравилось тем более что я тоже работаю с сухопарниками для разработок одна твоя ошибка нельзя вставлять силиконовый шланг для удлинения шлангов банку кстати не понял почему далее ошибка производителя внизу трубки нужна резьба чтобы прикрутить трубку или открутить для литровой банки или трехлитровый и таким образом можно уже местные ржавейки вставлять медные трубки его было бы тебе заказать медные крышки для ароматики это очень важно ну кстати да если вот эти трубки сделать на резьбе был вообще ништяк базара нет тут я с тобой дружище виталий полностью согласен а почему силиконы для используют в принципе вот так медицинский силиконом и неркин ко всему удерживает 300 градусов иконы так алексей иванов алексей иванов сухопарный барбатер это были многоточие хрен какая хрен разница хорошо что меня гнать учили не дебилы чего за комментарий чему написано я не счет не пойму серд сережин чистой воды дуралей на угольная колонна это хуйня это видео как неправильно фильтровать самогон митрич таганов отвечает не согласен угольная колонна как рукомойник вода ищет путь наименьшего сопротивления он сделает все правильно только хуйни нагнал столько что у меня кровь из ушей пошла кстати это способ очистки один из самых действенных ну фигу и знает у сколько людей столько и менее я вообще не знаю уже с кем соглашаться с кем нет серп сережин дмитриевич таганов пробовал оба варианта по мне так уголь прокладка уголь и так раза три спирт сарез пропускаю 3 литра за 20 минут запах улетучивается весь после второго угона с мягчайший пробовал сыпать банку запах оставался ему как то так слушать дружище серд сережин что я хочу тебе сказать я короче сам попробую завели период видос на эту тему что-то меня заинтересовало вот эта хрень попробую я сам и так и так перцарез фиксим запилю видос на эту тему попробую ладно что у нас тут далее александр емельянов надо емкость для сбора жира туда приделать это к видосу о коптильне там поддон у меня поддон стоит на поддоне песок это и есть емкость для сбора жира теперь ты мне пишешь почему так низко примерно 5 сантиметров от днища а зачем выше я не пойму какой смысл от этого что ниже что выше тут один хрен разница никакой тут короче целая эпопея про то каким углем чего чистить в общем тут вообще фиф просишь так александр поддубный комментарий к видео мечта самогонщика про индукционную плиту от фирмы евролюкс плита гастролах виталик привет неделю назад получил все девайс от евролюкс очень довольны приобретением уже испытал бак 37 литров закипел за 40 минут а кстати александр поддубный за 40 минут он закипел на поиловой мощности на три с половиной тысячи все в этой плитке класс единственное что не понравилось то это ножки из резины но это как мне кажется не главное при желании легко исправить на днях поспевает сахарная брага буду перегонять магазин евролюк соответствует самому названию доставили быстро оплата при получении спасибо тебе за обзор буду ждать тестирование в следующем видео всех благ тебя спасибо дружище за доброе пожелание спасибо александр ну я рад если мой обзор тебе чем-то помог я рад я искренне рад стараюсь быть полезным людям руслан три семерки я тоже подкоплю денег куплю такой это все про ту же плиту тёрр руслан нормальная плита базара нет наши хобби вот честный человек написал что реклама и не придерешься короче друзья мои последнее время я решил делать так смотрите я сейчас вам съем объясню если в названии видео у меня написано на правах рекламы значит это видео носит так сказать рекламный ознакомительный характер значит это видео о какой-то вещи о какой-то фирме о какой-то компании которая мне предоставила какое-то оборудование на обзор скажем так и чтобы мне не писали в комментариях а виталя ты продался это реклама туда-сюда я пишу сразу название на правах рекламы а тому кому не нравится что-то можете не смотреть потому что название уже все четко написано вот как-то так владимир григанский спасибо дали за обзор мне кажется вот эта плита гемлюк самая подходящая для меня дорождусь баттл и буду заказывать да хочу я устроить баттл у меня две плиты одна гемлюк старая куракан сейчас жду когда подоспеет брага хочу устроить баттл двух плит поработать на одной плите поработать на другой плите выявить косяки этой плиты и косяки другой плиты если таковые имеются всем об этом рассказать какая плита самая офигенная какая чуть похуже а может они обе просто супер офигенные я не знаю в общем из этих двух плит выбрать ту которая мне больше подойдет для моих нужд алексей кузнецов у самого такая мечта фирма хорошая отправили быстро все четко на отправили быстро транспортная компания все прекрасно александр толстых лично у меня мечта напиться и забыться ну тут нет никаких проблем и трудностей олег хулиган лайк надеюсь были к не тебе оставляют прежде чем делать обзор на какую-то вещь я договариваюсь с производителем на каких условиях у нас будет с ним сотрудничество условия сотрудничества с некоторыми фирмами это бартер с некоторыми фирмами это деньги а деньги за как вы знаете еще никто не отменял и кушать хочется всем до плиты остаются у меня иван калитак видео выпил три литра самогона в общем там чувак один три литра самогона сожрал и все нормально в общем здорово не кашли да не сожрал бы он никогда трехлитровую банку сэма даже за миллион рублей упал бы с бутылки и обосрался и сдох я тебе и короче тут пошла тема кто чего кто куда даже читать это не буду короче надо блокировать уже по ходу народ какой-то собрался неадекватов опять много появилась пора уже зачистить брюк некоторых что-то тут понеслась какая-то хрень я чего-то вот эти комментарии даже не видела тут уже пошла мой жара вообще короче надо тут это почистить тему топсик шеп 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 размер куба вашего 27 миллилитрового можно ответил тебе я дружище письме андрей анрияшин еще и сюда добавляю мяту на все настойки она их не портит но это дело вкуса ну кому-то нравится мят кому-то нет мне тоже смерти нравится бе берег болт б бей сенов благодарю за показ видео очень красивый цвет копчения вид очень прекрасно чем магазин молодец идея сам я видел как простой несложно поздравляю за ума еще повторю очень благодарю за внимание спасибо дружище за прекрасные такие слова добрые понимаю это google перевод спасибо что смотрите меня а коптильня действительно простая что там кастрюля решетка от вентилятора и поддон крышка все можно ничего нет аллафри а для чего пить и не пьянеть а ты вот посмотри видео как много пить и не пьянеть которые я снял на своем канале выложил его посмотри целиком и не будешь тогда задавать таких вопросов так денис привет из минска беларусь смотрю и ем по твои видосы крепкий алкоголь не пью на венца красного импортного по закуску выпил бы на рыбалке дегустирую это еще круче будут смотреть вкусно ест то как картина как картина икра лук сало 43 4 видео автора смотрю подряд и то и дело бегаю на кухню я всего подряд колу с бисером беженскими колбасую шоколад на часах минске час 46 ночи это все денис пишет денис из минска из белоруссии нас на столе не хватает зеленого лука вкусные захотел дыш спасибо денис тебе за кучу комментариев таких денис из белоруссии из минска спасибо тебе за просмотры дружище андрей васильков от меня 10 лайков и стопинг кауф мудакам что дизы что дизы поставили про коптильню Казбек бароев у моего друга есть отец так вот борода один раз рассказывал вам как они в германии мухоморы кушали пока готовили их разов пять или шесть воду сливали он и говорит что никогда не отравил что никто не отравился еще очень вкусно было кстати насчет Казбек бароев насчет мухоморов я тут вспомнил одну историю расскажу ее в сказках бабасках до базара нет мухоморы можно кушать Ренат Ром ну ты красава прикольно смотреть а как пьешь как будто мед так я и пью ее как мед я люблю почувствовать вкус люблю блин там выпить чтобы она пошла вот тут а я не знаю на роман герасимов привет роман дружище привет виталик приятно было услышать о себе именно о себе в этом видео всех благ тебе братуха снимай побольше разных видосов а мы с удовольствием будем смотреть ибо баскать с тобой а кто что пиздит хуёвое тот долбоёб да роман герасимов роман дружище я полностью с тобой согласен полностью на все сто процентов Казбек бароев те кто пишет что он клоун и т.д. бля вы сами на свои ебальники смотрели за лупомордые сумки Виталя быть добру быть добру дружище Казбек бароев виталик привет я с Владикавказа я хоть и не пью но люблю твои видео смотреть быть добру дружище спасибо за просмотр благодарю от души андер 120 заметил что если обедаю без тебя вроде как и не наелся вот дружище смотри побольше моих видосов будешь всегда сытый наедаться будет все прекрасно два пальца вверх Леха 58 парни спасибо за добрые советы по практике и корректировке всего здоровья удачи путных всем погодах те и тебе дружище не голов не хвостов Леха тебе отличный вкусных застолье жду от тебя посылочку жду не дождусь посылочку с твоей вкусняшкой с твоим самогончиком буду пробовать дегустировать Гриша Кэ салам из Казахстана ты с Украины русский говор просто я русский из Казахстана дружище я русский из России на Украине ни разу не был в Белоруссии тоже всемогущий владыка Виталя сними видос где-нибудь на речке да под шашлычок с меня лайк ай дружище сниму скоро сниму сейчас вот только-только погодка наладится чтоб все было ништяк у меня тема какая блин у меня до речки не так-то в принципе и далеко но есть одно но чтобы туда проехать на мотоцикле должна подсохнуть хорошенько дорога потому что там галимая грунтовка там нигде асфальта нет так что я жду когда подсохнет хорошенько подсохнет чтоб я смог на речку уже гонять и все будет видосы впереди лето впереди друзья все будет ништяк всемогущий владыка Виталя привет классная рубрика это про комментарии читай побольше комментариев прикольно народ пишет порадовал а под самогончик да под закусь душевно заходит замечательно сейчас не могу дружище всемогущий владыка под самогончик вот сейчас именно не могу снимать видос под самогон по одной такой причине что сегодня я должен быть полностью тресвый без запаха самогона по некоторым причинам скажем так так что сегодня видос без самогонки ва вас п виталик привет с еврейки самогон под яички и сальцо это святое особенно с чистыми и хорошими друзьями от души тебе благ спасибо дружище и тебе всех благ спасибо спасибо за добрые слова визучка на нем ты если что-то рассказывали что не чапка и прошу тебя ну бывает и чапку да все мы люди все мы человеки никто не идеален елки-маталки ариф адель молодец умница лучше не бывает рассказал бы о себе было бы еще лучше а что себе в принципе рассказывать я даже не знаю что все рассказать я уже столько всего порассказал вообще ребята вы всю мою жизнь знаете вы видите где я жил вы видите где я сейчас живу знаете где я работаю сколько мне лет как меня зовут что еще о себе рассказывать дмитрий хромов припоминаю что есть далекие девяностые все в мишсковину оборачивал там пару часов проветривал видать что-то о канцерогенах старики знали вам лайк за видос спасибо за дружище да короче это многие мне советовали я в этом году попробую коптить но в мешковину не знаю марлю короче буду оборачивать в марлю и коптить чтобы дым так не оседал на продуктах михаил черков виталя ты курить не бросил мне блин так это не печально не бросил курить курил 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 сергей капленка привет виталя спасибо что прочитал мой комик как всегда лайк спасибо за лайк дружище села 3 семерки села 3 топора привет из приморского края даже так далеко тебя дружище знает и смотрит мой канал лайк однозначно так все просто и без вы е боно фпс здоровья и счастья личной жизни с уважением села 3 топора села ну что ж хочу тебе тоже пришел пожелать теперь твоей семье всех благ по жизни два пальца вверх дружище быть добрым алексей тихонов виталий шли всех нахер про заработок на ютюбе мне тоже говорили что я бабку нищий оставил когда машину купил купил недавно другую этому челу говорю разорил вторую бабку по скрипту бабушка мама скончалась когда мне было 18 а бабушка отца когда мне был 21 я в жизни никто не дал ни рубля вот человек алексей тихонов добивается всего в жизни сама люди ну люди просто блин завистливые есть люди такие чужому добру чужому вообще счастью завидуют черные завистью завидуют да много таких людей как бы это было нет прискорб на я короче уже внимание не обращаю на это ну если мне капает какая-то копейка с ютуба почему бы и нет я не пойму все думают что а что там сидит чувак там хернёй занимается и и моё там блин кстати капает копейка реально копейка может ну и снять хотя бы один простой видос вот сейчас вообще самый простейший видос это галя тополя я сижу ничего не делаю трендю читаю комментарии снимаю видео на телефон все я ничего не делаю это этот видос занимает достаточно много времени его надо первое это отснять второе это смонтировать третье это залить на youtube и оптимизировать это занимает достаточно много времени а если я снимаю видос о перегоне это занимает еще больше времени так как нужно снять все нюансы при монтаже все что не нужно было снято и все обрезать все подогнать друг другу все эти кусочки были на это очень ребята мои непросто хотя у меня в принципе все делал это гораздо проще не заморачиваешься прям вообще пиздец но все равно это все достаточно достаточно отнимает много времени сами кто не напишет там какую-то хрень сами попробуйте все подъемте антон левша виталий респект тебя привет из минска р.б. привет из тульской области антон левша олег хулиган сразу лайк быть добру олег хулиган быть добру дружище два пальца вверх привет виталия мир мирный мирный через пробел мирный привет виталия спасибо что прочитал коммент удачи много миллионов подписчиков развитию твоего канала лайк спасибо дружище спасибо за добрые пожелания алекс алекс не торопись чувак прожуй сначала потом говори приятно смотреть на тебя и слушать по простецкому по-домашнему а я и жую и говорю и пью и все сразу как юлий цезарь там три дела сразу делаю евгений рассолов 40 до 70 а имеет 38 это короче я мерил самогон говорю берем ореометр асп от 40 до 70 меряю самогон у меня 38 38 он потому что он был холодный он меня там некоторое время в холодильнике стоял охлаждался он там с лимоном и поэтому получилось что при корректировке температуры в нем 45 я уже забыл 45 лет так я обычно делаю ну а здесь получилось 38 а 38 я на 40 от 40 до 70 и там еще две шкалы вниз есть ё-моё ты бы хоть дружище ореометр в глаза видел прячемся там две шкалы еще вниз есть так что ты можешь 38 артём артём добродий мне нравится как ты жестикулируешь быть добру как это как вал бил вал диспельш помните была передача вода мелодию вал диспельши руками этого это николор спасибо за видосик последнее время только у тебя на канале сижу простотой своей народ цепляет всех благ быть здоров будь здоров спасибо друг за просмотр спасибо за добрые пожелания и всей твоей семье тоже здоровья 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 быть добру вадим семёныч собутыльник онлайн поржал от души это извращение как секс по телефону иркутский алкомах привет дружище вы комент прочитала не лайк спасибо за лайк дружище кстати иркутский алкома у него тоже есть канал заходите смотрите тоже про наше дело про самолон у тещи бывает с тестем сын пьем с яичком и солюшкой и с лучком зеленым и лепешка это вкусняшка андрей зуев пишет это вкусняшка так ребята сейчас секундочку так я вернулся андрей дрон виталия ты как женился начал поправляться жена хорошо кормит до респект и уважение вообще моей жене любимой он уже пузо отъел все прекрасно кормит вот так отлично александр попков здоров коллега лучше знать чем быть гонимом шли их на не нравится наш коллектив идите на полностью с тобой согласен согласен александр попков ну что друзья комментарии скопилось очень много уже устал их читать просто целая 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 куча комментариев так что продолжу в следующем видосе а сейчас думаю не буду говорить прощайте скажу вам до свидания не забывайте подписываться на мой канал ставить лайки комментировать видео комментируйте видео пишите комментарии я их все озвучу андрей дрон тоже нить бы весил 50 сейчас почти 90 нормально дружище то отожрался не хилый там мамон все дружище ребята давайте всем пока всем до новых встреч быть добру а и 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